друзья здравствуйте здравствуйте уважаемые рукодельницы снова узору откучены ли его уже вязали на каналах выбираю себя на проекты узоры какие-то геометрические уже надоели листья в принципе люблю у нас сегодня будет лист и ближайшее время там завтра послезавтра еще будет один лист мы кстати их будем сравнивать значит вижу пока пока вижу но запланирует другой пряжи повязать хотя мне это очень нравится yarnart elegance здесь советуют начнем что крючок что спицы нам советует номер четыре здесь 50 грамм 130 метров я вяжу резинку на трешке провязала небольшую кстати она нормально держит но я и ранее вязала из этой пряжи поэтому я уже ее знаю основное полотно вязала спицами три с половиной смотрите можно пробовать можно вязать четверкой здесь уже как бы хотите пожур не если это летние изделия если у вас хорошую фигуру то можно вязать спицами крупнее получится более воздушный узор палантины соответственно если вы из махера вяжете да там то тоже это должно быть должны быть крупные спицы даже если вы джемпер вяжете этим узором то опять-таки мы берем крупнее спицы да то есть зависимости от проекта который вы и от результата которые вы хотите получить и от времени года тоже зависит да там по плотнее хотите значит из каких-то зимних составу значит но делаем узор более плотным то есть подбираем провязываем берем два три номера спиц с разницей в пол миллиметра и провязываем там один раппорт допустим одними спицами 2 раппорт другими спицами и таким образом определяемся какой же вам все-таки полотно нравится в данном узоре у меня провязана здесь набрано 3 раппорта и провязана 3 раппорта высоту так в общем здесь 3 раппорт у меня высоту значит сколько петель набирать 16 петель это узор по кругу при поворотном вязание 16 петель плюс в начале именно в начале одна петля изнаночная и 2 кромочные прибавляйте у меня color 121 это очень популярный цвет ну о вкусах мы спорить не будем кому кто какой идет да это из нейтральных из таких вот совсем нейтральники завтра или ближайшее время нас еще одни будут листья не кученели но очень похожий я выбирать буду между двумя и мне понадобится ваша помощь помощь кстати подпишитесь на телеграм-канал ссылки все будут внизу в описании и другие соцсети я начала вести в к также и ну конечно же на дзене тоже я все публикуем заранее благодарю за лайк для продвижения канала и ваш комментарий и те кто не подписан пожалуйста подпишитесь а мы начинаем вязать и так приступаем значит у меня три раппорта и 1 изнаночная впереди так как заканчивается у нас раппорт изнаночной петлей поэтому для симметрии она мне нужно именно впереди и если при поворотном вязании ну и соответственно две кромочные у меня три раппорта по 16 петель 1 дополнительная впереди и 2 кромочные начинаем вязать итак первый ряд кромочная далее петля симметрии вот пожалуй я вот эти петли выделю вот эти две вот так сделаем потому что это кромочная петля симметрии далее идет раппорт это для тех кто вяжет по кругу накид 3 лицевые 1 2 3 накид 3 вместе с наклоном влево так как у меня классические петли я разворачиваю левыми стеночками к себе и все три петли провязываю те кто вяжет бабушкиными переворачивать значит не нужно далее накид 2 вместе с наклоном вправо бабушкины вы переворачиваете я нет сделано далее накид 2 лицевые 1 2 далее 3 вместе с наклоном влево все три петли разворачиваю левая стенка должна стоять к вам ближе из-за задней стенки провязываем 3 вместе 2 лицевые 1 2 накид и изнаночная петля раппорт закончен давайте повторим раппорт накид 3 лицевые 1 2 3 накид 3 вместе с наклоном влево классические петли разворачиваю левой стенкой ближе к себе и за задней стеночки провязываем подтягиваем когда мы провязываем 2 вместе 3 вместе обязательно подтягиваем далее центр узора накид 2 вместе слева направо накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном влево 2 лицевые 1 2 накид и изнаночная петля при поворотном вязании еще кромочная вторые и все четные ряды вяжем по узору то есть когда мы разворачиваемся у нас после кромочной идет если при поворотном вязании 1 лицевая и 15 изнаночных снова 1 лицевая 15 изнаночных плюс кромочная ну здесь количество раппортов у вас свое да на ваше изделие третий ряд узоры кромочная и изнаночная эта петля симметрии при поворотном вязании накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 3 вместе с наклоном влево провязали подтянули накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном влево 2 лицевые 1 2 накид и изнаночная петля повторим узор накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 3 вместе с наклоном влево и накид далее 2 лицевые 1 2 и снова 3 вместе с наклоном влево 2 лицевые накид и изнаночная петля при круговом вязании продолжаете вязать при поворотном еще должна быть кромочная петля изнаночные ряды я сказала как вязать 5 ряд узора кромочную снимаем и изнаночная петля симметрия для поворотного вязания далее для вязания по кругу мы для поворотного соответственно накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном влево 1 2 3 провязали вместе 2 2 лицевые 1 2 накид теперь 2 вместе с наклоном влево этот центр у нас узора накид лицевая 1 дальше 3 вместе с наклоном влево лицевая петля накид лицевая петля накид и изнаночная давайте повторим 2 раппорт накид 2 лицевые 1 2 далее 3 вместе с наклоном влево 1 2 3 и провязываю далее 2 лицевые 1 2 накид 2 вместе с наклоном влево и накид далее 1 лицевая 3 вместе с наклоном влево как видите узора не сложно единственно вот эти вот 3 вместе далее лицевая накид лицевая накид и изнаночная петля при поворотном вязание конечно у вас еще кромочная при круговом идем дальше просто изнаночный ряд по узору 7 ряд кромочная петля симметрии от изнаночной петля перекиду маркер и основной раппорт накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном влево провязали подтянули 2 лицевые 1 2 накид 2 вместе с наклоном влево провязали подтянули накид 3 вместе с наклоном влево накид 3 лицевые 1 2 3 накид и 2 вместе с наклоном влево накид 2 вместе с наклоном влево накид 3 вместе с наклоном влево накид 3 лицевые 1 2 3 накид и изнаночная петля по кругу раппорт повторяется с накида ну а для поворотного вязания кромочная петля естественно 9 ряд узора кромочную снимаем изнаночная это петла симметрии перекиды маркер и начинается раппорт накид 2 лицевые 1 2 далее 3 вместе с наклоном влево провязали подтянули 2 лицевые 1 2 накид 3 вместе с наклоном влево накид и 5 лицевые 1 2 3 4 5 накид и изнаночная петля перекиды маркер 2 раппорт накид 2 лицевые 3 вместе с наклоном влево 2 лицевые 2 лицевые накид 3 вместе с наклоном влево накид и 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид и изнаночная петля для кругового вязания продолжайте вязать раппорт и для поворотного добавляйте кромочную петлю и последний одиннадцатый ряд кромочная изнаночная петля петля симметрии при поворотном вязание далее вяжем сам узор кто вяжет по кругу ну и также поворотный накид лицевая накид лицевая 3 вместе с наклоном влево провязали подтянули лицевая накид 2 вместе слева направо при классических петлях у кого бабушкины разверните и провязываем слева направо накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном влево разворачиваю левыми стенками к себе провязываю 2 лицевые 1 2 накид и изнаночная петля повторим рапорт накид лицевая накид лицевая 3 вместе с наклоном влево лицевая петля накид 2 вместе накид 2 лицевые 1 2 3 вместе с наклоном вправо влево провязали подтянули 2 лицевые 1 2 накид и изнаночная петля для кругового вязания повторяем рапорт для поворотного добавляем кромочную петельку провязываем